Сегодня в детском лагере Северный Артек торжественно открыли вторую профильную смену военно-патриотического слёта Магаданской области «Золотой Эппалет». К сожалению, из-за осложнения эпидобстановки в регионе на очные соревнования прибыли только три команды, но, как предупредили ребят-организаторы, борьба от этого может стать только жёстче. В прошлом году мы подняли высокую планку «Золотой Эппалет» и «Снежный десант», поэтому в этом году жаль, что, конечно, не все команды прибыли на этот конкурс. Но, тем не менее, хотелось бы поздравить вас с открытием второй профильной смены, пожелать вам, чтобы вы прошли все этапы достойно, чтобы вы стремились к победе, чтобы набрались ярких впечатлений, которые будут у вас здесь. Ну и честно, победили во всех конкурсах. А бороться командам есть за что. Главный приз – поездка в Москву на федеральный этап военно-патриотических соревнований в декабре этого года. В общем, настоящие мужские состязания. Но в соперничающих командах немало девушек. Съёмочная группа «Вечернего Магадана» побеседовала с Елизаветой Лысенко, одной из участниц «Золотого Эппалета». Зачем это надо девушке? Это своеобразная физподготовка, это обновление каких-то определенных навыков. И также это показывает то, что этим могут заниматься также и девушки, желающие. От этого мероприятия мы ждём только победы, хороших выступлений и море позитива. О том, какое значение имеет военно-патриотическое воспитание молодёжи вечернему Магадану, рассказал руководитель клуба «Возрождения» Магаданского промышленного техникума Михаил Шпак. Команда создавалась в 2017 году на базе Магаданского промышленного техникума. Организовано это было казаками областного казачества Магаданской области. Своими инициативами, своими возможностями развивали клуб, старались участвовать во всех мероприятиях военно-патриотического характера. Ровно с этим изучаем славную традицию казачества, освоение Сибири, Дальнего Востока, то есть региональный компонент, полностью стараемся казачество изучать. Более того, занимаемся фланкировкой шашки на данный момент, формируем отдельную команду для выездных мероприятий, готовимся на выезд в город Владивосток. Готовится к конкурсу. Команда «Возрождение» начала еще с первого «Золотого эпалета» год назад. Тогда он состоялся лишь в онлайн-формате. Ребята сегодня очень мотивированы, так как соревнования выездные и очные. Знаете, вот в декабре месяце состоится всероссийский слет «Золотой эпалет». Мы проводим региональный этап. Лучшая команда, она поедет на этот слет, то есть ей предоставится возможность. Это первый момент. Второй момент, что после снежного десанта как раз победитель «Золотого эпалета» прошлогоднего поехал на пост номер один, это всероссийский конкурс, который проходил в сентябре, сразу же в двух городах, это Тверь и Ржев. По словам Дениса Сергеевича, данный конкурс имеет очень серьезное значение для ребят и как социальный трамплин. Дело в том, что с организаторами «Золотого эпалета» являются Министерство просвещения, Министерство обороны, Всероссийский молодежный центр «Олимп», Совет Федерации и ряд других серьезных структур. Плюс все топовые вузы Москвы. В жюри интеллектуальных конкурсов работают председатели приемных комиссий этих вузов. И победители, и призеры имеют возможность получения преференций при поступлении.